Всем привет! С вами Дайвинг из границ. Сегодня мы снова с обзором снаряжения и на этот раз мы поговорим о ластах TechLine модель LightJet. Характеристики. Сделаны они из термопластического вулканизата и весит данная пара размер SM 1,6 кг. Оснащены сразу уже стальными пружинками и достаточно удобный запятник с такой большой петлей. Я думаю, что она будет удобна даже в сухих перчатках, чтобы можно было пользоваться. Ну и собственно небольшая предыстория, почему выбор пал на эти ласты. Так получилось, что до этого лет 5 или 7 я плавала в слепстримах, вот в такой вот модели. Ласты замечательные, но недостаток был тот, что этот размер был L, это мне коллега любезно их одолжил. Ну а мой размер примерно XS и LAS. Поэтому как-то вот, в общем, захотелось мне свои ласты иметь. Проплавала в этих ластах уже месяца 3 и в принципе могу поделиться какими-то впечатлениями. Что понравилось? Очень удобная калоша. Подойдет под ботинок от сухого костюма даже с высоким подъемом. Например, в отличие от вот такого у меня аналог есть Jet Fin. Здесь она обрублена вот так вот достаточно прямо, нет никакого выреза и бывают трудности с сухим ботинком. Например, под мой сухарь я эти ласты использовать не могу. Субтитры сделал DimaTorzok По эксплуатации. Значит, для фрога эти ласты, я считаю, идеальные. Ну, примерно так же и как и Sleep Stream, и Jet Fin, и все вот эти вот подобные модели. Единственный момент, я бы сказала, что мне здесь немножечко не хватает ширины лопасти. Возможно, это связано с тем, что я до этого плавала в Sleep Stream, но это был не мой размер. И здесь вот видно прямо, он заметно шире. И в первое время у меня было такое ощущение, что чего-то не хватает. Но потом приноровилась. То есть на грибучести это никак вроде бы не сказывалось. То есть грибли они отличные, и в течении хорошо было все. Ну вот, это чисто вот такие вот были ощущения. Что касается Flutter. Мне показались они несколько неудобны. Ну, здесь, наверное, просто у меня уже нет привычки грести Flutter. Flutter. Возможно, они жестковаты для Flutter. Ну, не знаю. То есть, в принципе, наверное, в подобных ластах Flutter плавать не стоит. Что касается разворотов. Все идеально. Контроль очень хороший. Удобно мне показалось. А вот что касается Back Kick. Здесь первое время немножко были затруднения. Возможно, из-за того, что здесь кончик достаточно мягкий. И он как бы немножечко подворачивается. Ну, это просто вот нужно было приноровиться. Еще один момент. Вот у меня размеры S авантики и теклайн ласты. И вы видите, что они несколько короче. Преимущество будет то, что они влезут в багаж практически в любую сумку. Не обязательно специальное под дайверское снаряжение. Ну, есть вот такое вот еще вот очень удобное отверстие на кончиках ласт. Их очень удобно пристегивать карабинчиком. Например, когда у вас руки заняты стейджами и вам нужно зайти в воду. Ну, и в заключении можно сказать, что ласты достаточно универсальные. Можно рекомендовать использовать в рекреации. Как с мокрым, так и с сухим костюмом. И думаю, что подойдут под легкое техно с одним максимумом два стейджика. Хотя на два и на три и больше, лучше, наверное, все-таки брать джетфины, а не пожестче. Вот. Данная модель представлена у нас в трех цветах. Это белый, черный и есть синий еще. Разнообразим меню, так сказать. Вот. Небольшой вес достаточно. 1,6 килограмма. Вот именно размер SM. Вот этот вот. И хорошо, удобно помещаются практически в любую сумку. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»